Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! В эфире программа для самых любопытных и любознательных «Почемучкины и следопыткины». А ведем ее мы, Антон Мельников и Воронина Катя. Сегодня наша программа в гостях в средней общеобразовательной школе номер 18 от Советского района, города Нижнего Новгорода. Мы хотим вас познакомить с руководителем школьного музея Людмилой Николаевной Маловой и ее юными помощниками. А еще в нашей школе вот уже 19 лет действует военно-патриотический клуб «Феникс». И о его работе мы сейчас вам тоже расскажем. Здравствуйте! Здравствуйте, Людмила Николаевна! Людмила Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, как давно в нашей школе создал музей? Дорогие ребята, я вас приветствую в стенах нашего школьного музея. Наш музей существует 19 лет, а школа, как вам известно, в этом году отмечает свой юбилей. Ей исполняется 80 лет. Музей был создан еще в советские годы. Он посвящен выпускникам школы, которые участвовали в годы Великой Отечественной войны на фронтах и трудились здесь, в тылу. Много собрано материалов о 30-х годах и о военных годах, которые переживала наша школа. В школе был создан Ивако-госпиталь, который функционировал с 1942 по 1946 годы. Наша школа уже сформировала современный музей, который находится в помещении, в котором мы с вами находимся, в 1996 году, благодаря директору школы Воробьевой Валентине Михайловне. Первыми основателями музея была заслуженная учитель школы РСФСР Касаткина Наталья Владимировна, учитель биологии. С ней связана история нашей школы. Была ученицей, а потом всю жизнь проработала в нашей школе. Сейчас она на пенсии. Руководителями нашего школьного музея были учителя литературы Кузнецова Наталья Александровна и Карасева Татьяна Викторовна. Долгие годы возглавляла наш школьный музей Учитель истории Кольцова Вера Юрьевна. Я руковожу школьным музеем третий год. Наш музей посвящен истории школы, истории образования советского периода. А также большее внимание уделяется музею боевой славы. Музей посвящен выпускникам, которые погибли на фронтах, которые прошли боевой путь и встретили победу, а также поисковому отряду «Феникс». Но об этом более подробно расскажут ребята. Здравствуйте! Я красавец школьного музея Максимова Валерия. Расскажу вам о первых годах существования школьного музея. Обратите внимание на стенд. На нем изображены фотографии первых учеников и учителей нашей школы. Многие юноши добровольно шли на фронт. Участвовали в Курской и Сталинградской битвах, участвовали в войне за Ленинград и Москву, участвовали в штурме Берлина. Одной из реликвий нашего музея считаются письма Владимира Сидельникова и его автопортрет, который он рисовал сам с помощью зеркала. К сожалению, он погиб в 1942 году под Москвой. Какие еще реликвии есть в нашем музее? А на этот вопрос я хочу, чтобы вам ответила моя коллега. Я, Спирина Евгения, продолжу экскурсию и расскажу о подарках нашему музею от Александра Льва Ивановича. Он подарил нам трехтомник воспоминаний полководцев и солдат память Сталинграда. Такие трехтомники высылались Министерством обороны на 50-летие Победы в 1995 году. Также Лев Иванович подарил нам свою фронтовую фотографию. Я, Глухова Евгения, расскажу о том, как в период Великой Отечественной войны в нашей школе действовал Ивако-госпиталь. Обратите внимание на стенд. На нем помещены фотографии, на которых изображены врачи, которые работали в госпитале. Здесь делали сложные операции, лечили раненых. После излечения многие возвращались обратно на фронт. На втором этаже школы висит мемориальная доска, как память о врачах, совершивших подвиг, излечив раненых. В нашем музее хранится много вещей с времен Великой Отечественной войны. Их привезли сюда поисковики из отряда «Феникс». Ребята, расскажите, в каких экспедициях вы были? Здравствуйте. Мы экскурсоводы школьного музея и участники военно-патриотического клуба «Феникс». Наш клуб «Феникс» состоит в школе с 1996 года. Наш отряд входит в областной поисковый отряд «Курган». Наши ребята выезжают на поиски по местам боевой славы, где находят останки погибших солдат. Сначала нашими руководителями были Калиущенко Ирина Александровна и Устимова Антонина Ивановна. А теперь нашими руководителями являются Лукичева Ирина Георгиевна, Козлова Светлана Валентиновна и Грязева Ольга Александровна. Расскажите поподробнее о ваших экспедициях. Я, Макар Никита, ездил три раза на раскопки и нашли очень много вещей. Также ездили и мои братья, которые учились в этой же школе. За эту вахту мы подняли 14 солдат, из которых два медальона. Один медальон расшифрован. На данный момент мы разыскиваем родственников солдата Королева Александра Ивановича 1917 года рождения, который был призван на войну в Самаре. А где проходила ваша поисковая вахта? Александр Иванович был найден в Ленинградской области на Сняминских высотах. Там и проходила наша вахта памяти. А вообще в этой вахте памяти участвовало более 10 отрядов. И нами было поднято 333 бойца. Вся информация о солдатах, которых мы нашли, хранится на всероссийском сайте солдат.ру. Ребята, что самое главное в ваших экспедициях? Самое главное найти останки павших солдат и с воинской почестью похоронить их. Важно найти погибших солдат, необходимо помнить павших героев. В сентябре мы побывали на вахте, где познакомились с питерским клубом Рубином, который помог нам вообще посетить эту вахту. И буквально пару месяцев назад Рубин запросил помощи у нас, чтобы мы нашли солдата, который призывался в Горьковском областном военкомате. У меня есть информация из базы картотеки Юхтаров Петр Александрович, 1917 года рождения. Уроженец в Горьковской области, Спасского района, деревня Машакова. У нас у поисковиков есть такая примета. Если группа работает на раскопе, и над нами на солнечном небе пролетает журавль, то как бы это к счастью, и мы в этот день сможем найти медальон. Вот уже прошло 70 лет, как закончилось Великое Отечественное война. Но до сих пор поисковые отряды находят останки павших воинов. Да, не зря говорят, война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат. Поэтому наши ребята из поискового отряда «Феникс» ведут очень полезную и важную работу. Людмила Николаевна, с какого возраста ребята могут поступать в наш клуб «Феникс»? Ребята могут участвовать в работе поискового отряда «Феникс», начиная с 14 лет, когда получают паспорт. Но до этого они должны изучить военную археологию и технику безопасности. Но маленьким ребятам, начиная хоть с начальных классов, можно участвовать в работе нашего школьного музея. Я вас жду. Мы надеемся, что вам понравился наш школьный музей, и вы заинтересовались работой нашего поискового отряда «Феникс». Мы ждем вас у себя в гостях. Пожалуйста, приходите. Всегда рады. К сожалению, на сегодня все. До новых встреч. До новых исследований и открытий. Почему звезда горит и летит метеорит? Как устроен самолет? Что там делает пилот? А когда течет река? Зачем в небе облака? Как найти на все ответ? Нет проблем. Нужно сделать опыт и провести эксперимент. Потом получим выводы и следствие ответ. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова